На восходе солнца бой кончился. Немцы занимали фольварк и левый берег ручья. Из всего плацдарма в руках русских осталась только низина по правую сторону ручья, где сидела первая рота. Весь день через ручей шла ленивая перестрелка, но было ясно, что первая рота находилась под опасностью окружения. Непосредственной связи у нее с этим берегом не было из-за сгоревшего моста и самым разумным казалось очистить болото в ту же ночь. Но после полудня командующий первым батальоном полковник Бороздин получил приказание готовиться этой ночью к переходу бродом на болото для усиления позиции первой роты. Капитану Тетикину приказано накапливаться в составе пятый и седьмой рот ниже фольварка и переправляться на понтонах. Третьему батальону усольцев, стоявшему в резерве, занять позиции атакующих. Кундравенскому полку переправляться по мелкому месту сожженной переправы и ударить в лоб. Приказ был серьезный, диспозиция ясная. Фольварк обхватывался клещами, справа первым и слева вторым батальоном. Запасной кундравенский полк должен привлечь на себя все внимание и огонь врага. Атака была назначена в полночь. В сумерки Жадов пошел ставить пулеметы на переправе и один пулемет с величайшими предосторожностями перевез на лодке, на небольшой, в несколько десятков квадратных сожжений островок, поросшие лозняком. Здесь Жадов и остался. Весь день русские батареи поддерживали ленивый огонь по фольварку и глубже, по вынесенным к реке немецким позициям. Кое-где по реке хлопали одиночные ружейные выстрелы. В полночь у молчания началась переправа. Войск сразу в трех местах. Чтобы отлить внимание врага, части Белоцерковского полка, стоящей в верстах в пяти, выше по течению, начали оживленную перестрелку. Немцы, насторожаясь, молчали. Раздвинув опутанные паутиной ветви лозняка, Жадов следил за переправой. Направо желтая немигающая звезда стояла невысоко над лесистыми холмами, и тусклый отцвет ее дрожал в черной реке. Эту полосу отцвета стали пересекать темные предметы. На песчаных островках и мерях появились перебегающие фигуры. Недалеко от Жадова человек десятих двигалось негромким плеском по грудь в воде, держа в поднятых руках винтовки и патронные сумки. Это переправлялись кундравенцы.